Ровно 100 выпусков назад случилась эта потрясающая история. История, которая в корне изменила мою жизнь. И начался проект Деревня Лайф. Он начался случайно, как будто бы его и не должно было бы быть. Я просто возвращался с работы и увидел на заборе надпись «Продаю участок». Грех было не воспользоваться такой возможностью и не приобрести его. Ну а дальше, как самый правильный дачник, я приобрел себе самый дешевый триммер по акции и отправился косить собственную фазенду от зарослей. Ну, надо же было понимать, что я купил. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что проблем достаточно много. Нет электричества, нет крыши над головой, нет воды, нет туалета, нет ничего. Но есть вот этот бриллиант, хоть и немножко заросший. Еще одним маленьким бонусом в покупке участка был вот этот прекрасный забор и круглогодичная дорога. Можно и зимой, и летом приезжать на фазенду. Поскольку дома или хотя бы какой-то крыши над головой у меня на тот момент не было, машина служила мне всем. И столовой, и спальным местом, и туалетом, и душем, и, конечно же, рабочей площадкой. Расчистку участка я решил начать с покупки бочки на ближайшей стройбазе. Вы эту историю помните. Она до сих пор у меня стоит, служит, и до сих пор я жгу там всякий мусор. Хорошая вещь, долговечная. К осени мне удалось приблизиться к границам моего участка, там, где повалившийся заборчик переплетался с зарослями вот этих вот непонятных растений. Но самое главное, это, конечно же, река. А вы на тот момент еще думали, что я рыбак от бога. Так оно и было. На самом деле, отловился я прекрасно, вся рыба цела, здорова, весела, и до сих пор угорает над моими рыбацкими талантами. К концу первого сезона я разгреб кое-как участок, выпилил лобзиком все деревья, какие мог, но понятное дело, что не все можно убрать лобзиком. Вот это вот надо было как-то разгребать. Понятное дело, сначала пробовал граблями, мотыгами, лопатами и своими силами, но нужна была техника, поэтому пригласил моих друзей и соседей мне помочь. К слову сказать, сельскохозяйственная техника — это вообще отдельный вид удовольствия, за который наблюдать интересно. Но я с интересом наблюдал не за этим. Я наблюдал за тем, как моя прекрасная фазенда приобретает черты участка мечты. Всевозможные камни, коренья, куски битого фундамента и все прочее нужно было убирать. Сам бы я это не сделал. А ребята справились, за что спасибо им огромное. И вот спустя первый год я увидел первые плоды своего труда. Ребята, мы купили реально очень хороший участок. Да, пускай и не идеальный забор, но участок около дороги. Это же хорошо, это же удобно. С забором, кстати, тоже решили вопрос и решили его буквально за один день. Обратился в компанию, мне привезли все материалы и установили прекрасный забор. За скромные, кстати сказать, деньги. Но дача становится дачей только тогда, когда там жить можно, а не просто ночевать в машине. Именно поэтому нужно было решать вопрос с собственным домом. Этим я озадачился на второй год. На ближайшей стройбазе была приобретена бытовка, отправлена мне, собственно, на погрузчике и привезена на нашу дачную территорию. Установка дома – это вообще была отдельная история, которую я показывал, рассказывал и, конечно же, буквально наслаждался всем этим воочию. Теперь у нас в деревне Лайф был собственный дом. И, конечно же, я радовался тому, что у меня есть дом, но еще больше я радовался покупке сортира. Хоть и не все было однозначно. Ну, вы сами помните, как мы засадили камаз по самые помидоры, как мы попали в плывун, че рассказывать. Сами помните. Благо и в тот момент были рядом мои друзья и соседи, которые мне помогли. Даже в такой не самой простой ситуации. Но проект Деревня Лайф – это проект не только про жизнь деревни. Это проект про жизнь в принципе. Так что, где жизнь, там вода. А воды у нас в деревне тогда не было. Хряпнув в жиденькой овсяночке, надо было вопрос решать. И вы знаете, этот вопрос тоже решить удалось. Хоть и очень интересным образом. Мы решили сделать колодец. Колодец мне копали вручную. Там пять колец шестое наверх, но вода у нас близко. Так что мы решили вопрос с водой. Некоторыми моментами было откровенно страшно смотреть, как ребята работают, но профессионалы своего дела прекрасно знали работу. Так что получилось просто идеально. И колодец служит мне и по сей день. А меж тем время шло. Сменялись сезоны, и еще один сезон Деревни Лайф пролетел. Наступила зима. Наверное, кто-то из вас скажет, что зимой в деревне делать нечего. Но это не совсем так. Если у тебя в домике есть печка, тогда у тебя 100% будет тепло. А если будет тепло и печка, значит еще и можно что-нибудь вкусное приготовить. И как настоящий дачник азы печной кулинарии, я по полной программе прокушал на себе. Да, было жарко, да, было вкусно, да, было весело, да, опыт имеется. Не могу сказать, что я все готовил прям сам, что-то было покупное и разогретое, но тем не менее уж извините, я же не профессиональный дачник-многолетчик. Вся жизнь деревни была неразрывно связана с роликами, которые я публиковал на канале, а вы их смотрели. Конечно же, отдельным видом вашего удовольствия был и есть вид моего рукожопого строительства, потому что, да, действительно, строить я не умею. Чего только стоит вспомнить мои сантехнические навыки. Ну, или электрику, которую мы спалили благополучно. Или наш потрясающий хозблог, который я собирал собственными не очень умелыми, но тем не менее золотыми руками, рассказывая это все вам в подробностях. Вообще, проект Деревня Лайф сплотил людей, которые любят юмор и хорошее отношение к жизни. Ну, а уж у вашего ведущего с чувством юмора, кстати, все вполне неплохо. Вспомнить хотя бы приколы с кротами. Или вспомните всякие разные прикольные моменты, когда мы устанавливали камеры в доме или пытались защититься от воров. Вспомните, как мы угорали, когда купили лодку. Первую лодку проекта Деревня Лайф. Вспомните, как мы катались на трехсильном моторе по этой самой реке, пытаясь справиться с течением. Клево же было. Сколько было разных кулинарных моментов, шедевров, из которых вырастали буквально целые рубрики. Давайте вспомним мой харизматичный внешний вид, ведь я настоящий дачник, а не какой-нибудь московский мажор. Давайте вспомним, как вы предлагали мне идеи для рубрика «Я их реализовывал». Кофе. Три в одном. Все помнят? Конечно, помните. А также помните покупку первого коптера, которую я так анонсировал и так долго ждал. И вот он есть у нас. Этот самый коптер. Конечно, огромное количество моих зрителей смотрят меня по всей России, ведь я тоже много где путешествовал с проектом Деревня Лайф. И это тоже были поездки в деревню. Это было мило, это было смешно, это было интересно. Были красивые кадры с рыбалки в Тамбовской области. Были яркие рассветы и прекрасные закаты. Были походы за грибами и за ягодами. Без грибов и ягод. Были совместные рыбалки с клевыми ребятами, которые приходили в проект. Но, конечно же, самым красивым всегда в проекте Деревня Лайф оставалась и останется природа. Природа нашей прекрасной страны. И вот эта дорога длиною в 100 выпусков, она ведь куда-то идет. Это не просто шуточки, песенки. Это ведь действительно путь. И наверняка у вас возникает вопрос. А куда же ты ведешь нас, блогер? Что дальше? Понятное дело, что впереди новый сезон, новые планы, новые дебри и новые заросли. Но вопрос, что поменяется спустя эти 100 выпусков? Что дальше мы увидим? Еще кулинарные шедевры? Еще посадки? Еще огород? Может быть, еще места для рыбалки? Наверное, да. Наверное, и это тоже будет. Но спустя 100 выпусков формат нашего канала чуть-чуть поменяется. Он поменяется в лучшую сторону. Картинка станет красивее, богаче станут звуки, шумы и эффекты. Но это все равно останется проект Деревни Лайф. Проект, в котором соединятся тысячи дорог, тысячи идей и тысячи мыслей. Проект, который вы по-прежнему будете смотреть. А я буду снимать его для вас. И куда бы мы ни пошли, мы пойдем вместе с вами. В следующую сотню выпусков. И я постараюсь вас не разочаровать. А вы оставайтесь с проектом Деревня Лайф.